Вышли из берегов в конце минувшей недели. Русло Усманки в окрестностях Репного нежданно-негаданно перекрыла земляная дамба. В итоге вместо реки суша плюс гибель водной фауны. Жители микрорайона с такой ситуацией мириться не стали и на выходных сами вышли спасать природу. Вручную пробили сквозь дамбу проход для Усманки, тем самым сохранив реку. На месте событий побывали региональный министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер и неравнодушные активисты экодвижений. Выяснить откуда взялось такое хитрое гидротехническое сооружение и насколько оно законно вместе с ними постаралась и наш корреспондент Анастасия Алексеева. Нет реки, вообще нет реки, просто рыба умирает. Так на минувших выходных гуляли воронежцы по уже осушенному дну реки Усмань. Все из-за дамбы, которую строители соорудили в Репном. Однако долго она не прожила. Местные жители своими руками пробили в ней путь для воды. Для понимания река тут не просто обмелела, а пропала вовсе. Я каждое утро купаюсь в реке и вот в пятницу я купался утром и заметил, что вода очень сильно ушла. Ну, подумал, что это из-за жары. А в субботу утром пришел, когда на реку, то там река просто пересохла. Здесь был один песок. Как следствие, большинство речных обитателей погибло. Хотя кого-то спасли местные жители. Мы собрались с местными жителями и вручную вчера спасали, собирали речные хмидии, которые, кстати, они очищают воду. Их было просто тысячи там на берегу. Мы руками каждый собирали и выносили в реку, хотя бы там, где была вода. Также погибли много мальков. Те, которых мы успели спасти, да, мы тоже их с очками вылавливали и выносили в реку. Это наша природа. Мы должны о ней заботиться, ее охранять. И у меня вчера слезы просто лились от того, что на моих глазах живое просто умирало. По закону, на любые действия водоохранной зони заказчик строительства должен получить соответствующий документ. И бумага, кстати, существовала. Только вот проект подразумевал совсем другое. Уж точно не экологическую катастрофу. Плюс компания была обязана предупредить профильное министерство о начале работ, чего тоже не сделала. То, что здесь сделано, уже незаконно. Потому что были проектные решения. По проектным решениям была предусмотрена организация насыпи. Но по факту получилось здесь совсем не насыпь, а получилось дамба. Если в добровольном порядке не будет возмещен ущерб, то, конечно, эта инициатива наша пойдет через суд. По возмещению ущерба, ну, конечно, мы уже проговорили с Межрайонной природоохранной прокуратурой о возбуждении уголовного дела на незаконное проведение работы. Кроме осушения реки, рядом вырубили несколько деревьев. Однако представитель компании-заказчика уверяет, что его рабочие этого не делали. У меня даже смысла нет какой-то кустик даже трогать. Вот я делал временную дорогу, я даже эту дорогу обошел кустики. Объясню, почему. Во-первых, а, ну, это незаконно, б, это нелогично, и в, мне даже технологически тяжелее сносить деревья, чем не сносить их. Понимаете, это бессмысленно. Дело в том, что наши эксперты показали, что вырубка деревьев была произведена именно в тот момент, когда здесь начались работы. Сейчас все работы остановили. Специалисты профильного министерства подсчитывают ущерб, причиненный строителями. К ситуации подключили Росперероднадзор и полицию. Вероятно, скоро к ним присоединится и природоохранная прокуратура.